Привет, друзья! В трагическую годовщину событий на Майдане я бы хотел разобраться, кто же был на самом деле куратором расстрелов Небесной Сотни. Многие из вас уже, наверное, видели, как в 2014 году Сергей Пашинский спалился со снайперской винтовкой. Автомобиль останавливают протестующие. В багажнике обнаруживается снайперская винтовка. Но что мы видим? Винтовку прячет от посторонних глаз народный избранник и по совместительству один из лидеров оппозиции Сергей Пашинский. Эта история с винтовкой и Пашинским так и осталась загадкой на уровне слуха. Но мало кто знает про то, что снайперы, которые участвовали в расстреле Небесной Сотни, несколько лет назад дали показания против Сергея Пашинского. Занес туда Пашинский с людьми. Это 19 уже февраля. Занес туда с людьми. Ну, я не знаю, кто они были, что. В сумках занесли оружие. А какое было оружие? Какое оружие принесли? Ну, в основном, так как я видел, что я мог увидеть поблизости. В основном были это СКСы, были у самого Пашинского. Да, да. У Пашинского был Калашников, автомат у него был. И вот рядом, кто с нами был, вот у младшего была Сайга. Это, да, Парасюкас. Это Александр Ривазишвили, бывший военнослужащий грузинской армии. По специализации снайпер. И он, его он был замечен консерваторией, которую захватили протестующие. Сейчас Ривазишвили расскажет о целях и задачах его снайперской группы. И что? Он говорит, цель, 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 цель как протестующие, так и, как протестующие, так и силовики. Вот. И тут... Он это прямо сформулировал? Цель, задачу поставил так. Все. И все, стрелять по два-три выстрела, не палиться, не светиться. Я бы хотел еще раз, таким образом, значит, сформулировал Пашинский. Пашинский, да. Так вот, вот эти самые грузинские снайперы, которые сейчас беглые с Украины, они в конце 2019 года дали показания в белорусской прокуратуре и готовы свидетельствовать в суде по делу Майдана. Прокурором Республики Беларусь были допрошены граждане Грузии свидетели, которые непосредственно принимали участие на Майдане и были очевидцами фактов организации и участия в Пашинском и Борубьем массовых расстрелов в Пашинском и Борубьем, а также гражданских лиц. Данные свидетели также заявили о том, что готовы давать показания в Светошинском суде. Эти ребята готовы свидетельствовать в любом киевском суде, но почему-то их до сих пор не вызывают на допрос. И что-то мне подсказывает, что если они будут на территории Украины, то их очень быстро ликвидируют. Еще один ключевой куратор расстрелов на Майдане это Андрей Поруби, который в 2014 году возле гостиницы Днепро просто сказочно спалился. Загунтилки, хлопцы, что это такое у вас? Это у нас тропы, мы в Италии не снимаем. Ну да, давай, сделаем. О, пацаны, там привет, это Майдан. Картина маслом. Когда же в суде его прижали, то он тупо и глупо начал врать, что это фейк. Это, если фотографии. Это один из пропагандистских российских фейк, который вражает своей безглуздостью. И мне просто дивно, что люди, вверху, что они повторяют целячие, тут на высоком уровне судя. Врешь? Ты опять врешь? Ты ведешь себя как последняя, б***ь, опять. Называет и другие фамилии кураторов расстрелов Небесной Сотни, такие как Яценюк, такие как Порошенко и тому подобные. Но на них каких-то очевидных аргументов, которые бы указывали на них, к сожалению, нет на данный момент. Но, как говорил Экклезиаст, все тайное рано или поздно станет. Явно. Пока!